Здравствуйте, уважаемые любители математики! Сегодня я, Джураева Негора, преподаватель математики, буду с вами изучать азы геометрии. Сегодняшний наш урок посвящается великой теореме великого человека. Вы знаете, что это самая древняя теорема, и она считается основной, главной теоремой геометрии. Эта теорема известна с древних времен. Даже со времен древнего Египта были использованы формулы этой теоремы. Но первым, кто доказал эту теорему, это был Пифагор. Поэтому в честь его и названа эта теорема как теорема Пифагора. Итак, вспомним, в чем она заключается. Для этого мы с вами повторим понятие прямоугольного треугольника. Что такое прямоугольный треугольник? Прямоугольным треугольником называется треугольник, у которого один угол острый, то есть он равен 90 градусам. Стороны, которые образуют этот угол, называются его катетами. А сторона, которая лежит против угла, равного 90 градусов, называется его гипотенузой. Можно и так представить прямоугольный треугольник. Но в этом случае прямой угол, он находится на вершине. Это построение удобно, когда мы спускаем из вершины прямого угла высоту. Итак, что такое теорема Пифагора? Теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов. Если наглядно это изобразить, это изображается таким образом. Допустим, есть треугольник АСБ, у которого угол С является прямым. Катет АС обозначаем Б, катет СБ обозначаем через А, гипотенузу АБ обозначаем через С. Почему именно такое обозначение? Так как против вершины угла С расположена сторона С. Против вершины угла А располагается сторона А. Против вершины Б расположена сторона Б. Итак, теорема Пифагора выражается через буквы таким образом, то есть С квадрат равняется сумме квадратов А и Б. Из этого равенства можем вычислить значение двух катетов. Чтобы найти катет, нужно от квадрата гипотенузы вычесть квадрат известного катета. То же самое, чтобы найти А в квадрате, нужно от С в квадрат вычесть Б в квадрате. Теперь приступим к доказательству этой теоремы. В мире существует более 300 доказательств этой теоремы. Поэтому эта теорема была включена в книгу рекордов Гиннеса. А мы с вами докажем эту теорему более простым и удобным способом. Итак, нам дан треугольник АСБ. Обратите внимание, что угол С, то есть прямой угол мы обозначаем сверху. Значит, также как было выше сказано, против угла С обозначаем гипотенузу через маленькое С, сторону против угла А обозначаем через маленькое А, сторону против угла В обозначаем через В. То есть нам дан треугольник, угол С прямой, гипотенуза равняется С, катет АС равняется В, катет ВС равняется А. Нам нужно доказать, что квадрат гипотенузу, то есть С в квадрате, равняется сумме квадратов А и В. Что мы для этого сделаем? Для этого из вершины С опустим высоту. Точка, которая пересекается с гипотенузой, обозначим через Д. Получается у нас высота СД. Так как эта высота, она перпендикулярна стороне АВ. В точке Д гипотенуза делится на два отрезка, на отрезок АД и на отрезок ДБ. АД называется проекцией катета АС на гипотенузу АВ. Как вы знаете, квадрат катета, он равен произведению проекции и всей гипотенузы. Точно так же отрезок ДБ, он есть проекция катета АС на гипотенузу АВ. И точно так же квадрат ВС, он равен произведению ДБ на АВ. Так, составим следующую сумму. То есть найдем значение В в квадрате плюс А в квадрате. Так как у нас В это есть АС, вместо В подставляем АС. КВ квадрат прибавляем А в квадрате. То есть А это есть у нас сторона ВС. Подставили. Как мы вот тут выразили квадраты обеих катетов, подставляем в эту сумму их произведение. Получается сумма двух слагаемых, в которых участвует общий множитель гипотенуза. Выносим гипотенузу за скобки. Получается сумма АД плюс ДБ. Это есть вся наша гипотенуза. Если квадрат АВ заменить через С, у нас получается то, что требовалось доказать в условии теоремы. То есть С в квадрате равняется А квадрат плюс Б квадрат. Итак, теорема Пифагора доказана. Это самое простое доказательство теоремы Пифагора. Обычно треть всех задач по математике решается применением этой теоремы. Посмотрим следующую задачу. Первая задача. Углы треугольника относятся как 1 деленное на 2 деленное на 3. Наибольшая из сторон равняется 25 сантиметрам. Остальные стороны относятся как 3 деленное к 4. Найдите периметр треугольника. Решение этой задачи выполняется тремя действиями. Но сначала решить эту задачу мы составим ее условия. Значит, нам дан треугольник АВС. Угол А, угол В и угол С относятся как 1 деленное на 2 деленное на 3. Так как наибольшая сторона это АВ, она равняется 25 сантиметрам. Точно так же отношение остальных сторон равняется 3 деленное на 4. Нужно найти периметр треугольника. Первое действие. Мы должны определить вид треугольника. А для этого применим теорему о сумме внутренних углов треугольника. Введем следующее обозначение. Первое действие. Угол А, угол В, угол С относятся как 1 деленный к 2, к 3. Обозначаем следующее. То есть угол А обозначается через Х. Угол В обозначается через 2Х. Угол С обозначается через 3Х. Так как эти углы составляют треугольник, то их сумма равняется 180 градусам. Угол А плюс угол В, угол С равняется 180 градусов. Подставляя вот это наше обозначение, имеем следующее уравнение. 6 умноженное на Х равняется 180 градусов. Отсюда Х равняется 30 градусам. Итак, наш треугольник имеет следующие углы. Угол А равняется 30 градусам. Угол В равняется 60 градусам. Угол С равняется 90 градусам. Итак, это прямоугольный треугольник. Действительно, по нашему обозначению АВ это есть гипотенуза. Она равняется 25 сантиметрам. Теперь, чтобы найти остальные стороны, вспомним теорему Пифагора. А для этого воспользуемся тем самым обозначением отношения. То есть, по условию задачи АС, деленное на БС, равняется 3, деленное к 4. То есть, вот это равняется вот этой дробью. То есть, это отношение выражается через эту дробь. Итак, АС это есть 3 икос, ВС это есть 4 икос. Так как АС и ВС это катеты прямоугольного треугольника АСБ, для них выполняется теорема Пифагора. То есть, квадрат АВ он равен сумме квадратов АС и ВС. Подставим в теорему наше обозначение. Получим следующее уравнение. То есть, 25х квадрат равен 25 в квадрате. Отсюда х равняется 5. Это есть значение х, то есть отношение двух катетов. В третьем действии мы вычислим периметр нашего треугольника. То есть, выполним основную цель нашей задачи. Для этого, значит, АС это есть 3 умноженное на х по условию. Это есть 3 умноженное на 5, получается 15 сантиметров. Точно так же найдем значение катета ВС. Оно равняется 20 сантиметрам. Так как периметр любого многоугольника это сумма его сторон, сложим все стороны данного треугольника. Получается, периметр треугольника равняется 60 сантиметрам. Итак, задачу мы полностью решили. По этой задаче можно повторить сумму внутренних углов треугольника. Как применяется теорема Пифагора, точно так же для себя можно повторить периметр многоугольника. При решении этой задачи мы с вами повторили теорему о сумме внутренних углов треугольника. Как применяется теорема Пифагора и точно также повторили, что такое периметр многоугольника. Обычно теорема Пифагора очень часто применяется. Тройка чисел, которая выполняет условия теоремы Пифагора, называются пифагоровыми числами. И те треугольники, которые выражены натуральными числами и выполняют условия теоремы, называются египетскими треугольниками. Итак, тройка натуральных чисел, которые выполняют условия теоремы Пифагора, называются пифагорьевыми числами. То есть, квадрат числа, если равен сумме квадратов двух остальных, то эта тройка называется пифагорьевыми числами. Вот в данной таблице даны несколько троек пифагорьевых чисел, то есть даны три числа, которые выполняют условия теоремы Пифагора. Например, даны числа А, В, С, вместо С подставим 5. Квадрат 5 равен сумме квадратов 3 и 4. Это можно спокойно проверить. Точно так же, если из трех чисел наибольшее равняется 25, а две остальные 7 и 24, то квадрат 25 равен сумме квадрата 24 и 7. Эту таблицу можно бесконечно продолжить. Тройка чисел очень помогает при вычислении над геометрическими задачами. Они упрощают наше вычисление. Обычно теорема Пифагора применяется не только для прямоугольных треугольников. Также она применяется при вычислении над равнобедренными треугольниками, над квадратом, четырехугольником, параллограмм и так далее. Следующая задача. Дан равнобедренный треугольник, основание которого равняется 40 сантиметрам, высота, опущенная к основанию, равняется 21 сантиметру. Найдите боковую сторону равнобедренного треугольника, если его основание равняется 40 сантиметрам, опущенная высота равняется 21 сантиметру. То есть, чтобы решить вот эту задачу, нам нужно найти боковые стороны. Сначала составим условия этой задачи. Пусть дано треугольник АВС. Боковые стороны АВ и АС. АД – высота, опущенная к основанию. Основание обозначаем через БС. И основание равняется по условию задачи 40 сантиметрам. АД – это высота, она равняется 21 сантиметру. По условию задачи нужно найти АВ и АС. Решение. Для решения этой задачи нужно вспомнить свойства равнобедренного треугольника. То есть, свойства о высоте равнобедренного треугольника, опущенные к основанию. Обычно эта высота является и медианой, и биссектрисой. Так как это АД медиана, то делит основание пополам. Получаются отрезки БД и ДС, которые равны. То есть, каждый отрезок в этом случае равняется 20 сантиметрам. АД – это высота. В равнобедренном треугольнике получается два прямоугольных треугольника с общим углом Д, который равен 90 градусам. Рассмотрим треугольник АДС. Так как боковая сторона для этого треугольника является гипотенузой, то спокойно можно составить теорему Пифагора. Квадрат АС равняется сумме квадратов АД и ДС. Подставляем значение. Получается АС в квадрате 841. Если это значение извлечь из-под корня, получается 29 сантиметров. Итак, боковые стороны треугольника АВС равняются 29 сантиметрам. Следующая задача, которая решается применением теоремы Пифагора. Эта задача дается на трапецию. Итак, дана равнобедренная трапеция. Основание равнобедренной трапеции 25 метров и 7 метров, а диагональ ее равняется 20 метрам. Вычислите площадь трапеции. Итак, построим трапецию АВСД, где боковые стороны обозначаются через АВ и СД. Они равнобедренные. То есть длина этих боковых сторон равняется. АД равняется... Основание обозначаем через АД. Второе основание у нас равняется ВС. АД равняется 25 с метром, ВС равняется 7 метрам, а диагональ обозначается через АС, и она равняется 20 метрам. Нужно найти площадь трапеции. Площадь трапеции вычисляется произведением полусуммы оснований на высоту, но у нас высота неизвестна. Чтобы найти высоту, мы применим следующее действие. Опускаем из вершины С высоту СЕ. Отрезок СЕ в точке пересечения Е делит основание трапеции на два отрезка АЕ и ЕД. Как вы знаете, большой отрезок АЕ равен полусумме двух оснований. То есть ВС прибавляем АД, делим на два. У нас получается значение АЕ равняется 16 метрам. А маленький отрезок ЕД равен половине разности АД и ВС. То есть ЕД равен АД минус ВС разделить на два. Тут получается 9 метров. Получается высотой СЕ два прямоугольных треугольника. Для треугольника АЕС известно то, что гипотенуза равняется 20 метрам, а основание, то есть катет АЕ, равняется 16 метрам. Можно найти из этого треугольника, применив теорему Пифагора СЕ. СЕ равен АС в квадрате минус АЕ в квадрате. Вычисляем. Получается длина СЕ равняется 12 метрам. Итак, высота, опущенная из вершины тупого угла равнобокой трапеции, равняется 12 метрам. Спокойно можно вычислить площадь трапеции, которая равняется 192 метрам в квадрате. Площадь этой трапеции равняется 192 метрам в квадрате. Таких задач можно привести очень много. Теорема Пифагора развивает понятие прямоугольного треугольника. От этой теоремы исходят следующие выводы. То, что любой катет прямоугольного треугольника, он меньше, чем гипотенуза. Второй вывод такой. То есть, если два прямоугольных треугольника равны, то, соответственно, их гипотенузы и катеты будут равны. Теорема Пифагора вычисляется дальше расстояние между двумя точками. Также вычисляется расстояние от точки до прямой. На этом наше очередное занятие по геометрии заканчивается. Желаю вам успехов в изучении азов геометрии. Благодарю за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok